Альхамду лиллах, альхамду лилллахи раббил аламин, аль-а-қыббату лил-муттақын. Ас-салату ас-саламу аля Расуліна Мухаммаду аля алихи, ас-сабіхи аджумуин. Амма ба'ат, ас-саламу алейкум рахматуллахи ва баракяту. Приветствуем всех, кто присоединяется к этому эфиру. Братьев и сестер, ма шаллах, учеников и неучеников Академии Медина. Всех, кто любит ас-саламу алейкум рахматуллахи ва баракяту. Ас-саламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Алисанаму альтурбee братья и сестры, ма какой ба'ат. Пребережете к концу еще один день нашего поста. Аллах, чтобы принял от нас наши с вами поклонения, иншаллах, и чтобы судна день. Мы радовались этим, иншаллах. Чтобы мы, иншаллах, каждый мы чувствуем в этой жизни, когда сделаем Ихтар, мы радуемся, что пропастились, из-за того, что Аллах дал нам возможность пропаститься. Сколько людей, даже вот сейчас вот пишут, наверное, и вам, и нам, и болеют, теми или иными болезнями болеют, не могут пропаститься, но так они хотят. Аллах нам дал возможность пропаститься, Аллах. Это тоже великий милость. Аллах дает нам риск, чтобы сделать сифтар. И мы, Аллах, благодарим Аллаха. И, иншаллах, и дай Аллах, также, я умоляю фитр, аиду фитр, прочувствую эту радость. И в сегодняшний день, иншаллах, чтобы мы, Аллах, довольствовались, иншаллах, нашими постами. Бараклафикам. Мы с вами хотели бы взять сур от Аль-Кари'а. Сур от Мекканская сура. И вообще, если посмотреть, в основном, джуза, большинство там суры Мекканские. Аллах, Субхан, говорит в первом аяте Аль-Кари'а. Аль-Кари'а, это одно из названий Судного дня. Поэтому здесь, начинаешь именно с этого названия Аль-Кари'а, для Тахвиф, чтобы напугать человека, чтобы человек задумался, чтобы человек размышлял, какой это будет день. Такие имена, когда мы читаем в Коране, Ал-Кари'а, Ал-Саха, Ал-Тамма, Ал-Хакка, это все, куллах, смай, и на смай, и на киям, все названия Судного дня. И здесь, Субхану Ва Та'ля, когда говорит такие, Ал-Тамма, Ал-Кубра, Ал-Саха, Ал-Хакка, Ал-Кари'а, когда верующие мусульмане читают эти аяты, Ал-Хакка, то есть когда ты слушаешь, то есть ты внутри тревожишься, у тебя некий трепет появляется, когда ты читаешь такого рода аяты. Ал-Кари'а, Ал-Кари'а, это шей, сакиль, что-то тяжелое, что-то тяжелое, Ал-Мукри'а, Ал-Митарка, то есть называется, молоток, Ал-Мукри'а, тоже называется, как слово взятое, слово Ал-Кари'а, то есть то, чем бьют. Говорится, во время битвы, когда друг с другом мечи сталкиваются, вот эти звуки, это тоже называется, то есть звук, звон вот этого меча. Говорится, Ал-Кари'а, то, что надоедает, то, что тяжело воспринимается. Имейте в виду, это то, на что нам с вами, когда мы читаем такого рода, Ал-Кари'а, то, на что нам с вами нужно обратить внимание и направить на эти сердца. Говорится, то есть некий звон в ушах, когда есть такой сильный звон, как-то вот такой вот, тоже от этого взято. То есть когда раба раньше брали, наказывали, били сильно палкой, то есть звон такой исходил. Вот это вот, Ал-Кари'а. Дальше во втором аяте, Субханилу А.Семкин говорит, что такое Ал-Кари'а? То есть Истифхам Ли Та'зим Суалин Ли Та'зим То есть Аллах Субханилу А.Семкин дается вопрос Ли Та'зим дабы возвеличить этот день, дабы возвеличить это слово Ал-Кари'а, это название судного дня. То есть Аллах Субханилу А.Семкин То есть Идаджа Ма Адра Факад Адра Имеется в виду, что когда доступит этот день, человек уже узнает это, и Аллах Субханилу А.Семкин говорит, откуда тебе нужно узнать, что это такое? То есть понял ли ты, что это такое? После Субханилу А.Семкин В этот день люди будут подобны распылатым мотылькам, которые сбегаются. То есть То есть Имеется мотыльки очень-очень легкие. В другом А.Семкин Субханилу А.Семкин Люди будут подобны распространенным саранче. То есть Вот так вот эти сонный день. То есть Каждый человек не знает, куда то есть уходить будет. Как Аллах Субханилу А.Семкин говорит Люди будут подобны пьяными, но они не того, что они что-то выпили, приняли, что-то такое наркотическое или алкоголь, а что однако сильнейшего, страшнейшего наказания Аллах Субханилу А.Семкин будут пьяны в этот день. Иома Такун А.Семкин А.Семкин Мапсуут. Мапсуут И Басау А.Юф Ягни Фарракаху. Мапсуут это когда друг от друга разделяется, что ли. Вот Фаррак. Например, когда мотыльки и не просто вместе ставим, они все вот так будут по странам бегать. То есть такой будет день, люди будут подобны вот этим мотылькам, которые друг от друга отдаляются и бегут каждый сам по себе. Я умер. Почему? Потому что такой день Аллах Субхан говорит в другом А.Семкин Яг Умми Фаррак Умми Ахи Ба Умми И Абии Ва Са Абит И Ва Бадни Ник Лим Рим Ягни То есть в этот день человек откажется от своего брата отвернется от своей мамы от своего отца от своих детей потому что каждый человек будет сам за себя только думать бояться в этот день Каждая кормящая мама оставит своего ребенка забудет о нем невозможно в этой жизни чтобы она ночью просыпается чтобы покормить своего ребенка но страха перед Аллах он забудет про это родит от страха Пишем Субхан А.Семкин Каждый человек будет говорить на все на все Аллах спаси меня Он скажет Моя община Моя община Горы То есть самое что есть такое Россия самое что такое в корне утвержденное сильное творение одно из творений это Горы Но так в этот день перед страхом перед Аллахом Субханаталла Горы Это как 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 шерсть будут подобные шерсти Манфуш то есть расчесанная шерсть когда ее вот так вот шерсть берешь расчесываешь при этом и она разлетается подобно тому будут горы так же есть так же есть так же ревайш где читается но это Он говорит об этом судном, не о какой он будет, но не это максуд, не это в этой суре основное то, что Аллах хочет, а то, что после придет. То есть Аллах описал, какой будет этот день, какой будет суровый день, какой будет великий день. И после этого основное, вот то, что мы сейчас с вами хотим получить. Тот, у кого чаще благих дел будет тяжелой, то он будет довольствоваться этой жизнью. То есть зайдет в рай, в райскую обитель. То есть Аллах побуждает, говорит, смотрите какой страшный день, готовьтесь к этому дню. Но у кого чаша весов будет благим тяжелая, то ему страха нет в этот день. То есть он зайдет. То, что глаз не видел, то, что ухо не слышал, человек даже такой не может себе представить. То есть вот теперь давайте остановимся. У кого будет чаша благих дел тяжелой. Нету долларов, нету евро, нету золота, серебра, нету бриллиантов, нету ничего, что есть. Есть благие дела и плохие дела. Поэтому сказано в хадисе, хотелось бы напомнить, еще как у вас напоминание, это очень благое. И так же делал много грехов. И у него 99 таких журналов. от земли до небес до небес от земли до небес 99 журналов будут переполнены его плохими грехами и положит эти 99 журналов грехов по величине от земли до небес перед ним и он думает что все гонят он погублен, войдет в ад но однако ты сегодня не будешь притеснен Аллах не притесняет людей, люди сами себя притесняют ты не будешь притеснен у тебя есть благое дело перед нами и тогда этот человек удивится и скажет одно благое дело как может присоять против этих 99 журналов от земли до небес заполнен грехами на что Аллах сказал по истине ты не будешь притесненным сегодня у тебя есть у нас карточка и на этой карточке написано то есть он был он был единобожник не предавал Аллах поэтому eading and s Individuals единственное что Аллах прощает не прощает когда кто-то предается товарищи остальное все что хочет аллах простит кому пожелает поэтому нельзя предавать компаньона с товарищами непривлеженного ангела даже не послал посланник поэтому сказал я самый тот кто не ожидается в компаньоне я самый тот кто не ждается в посреднике в компаньоне в тому кто человек поклоняется вместе со мной еще кому-то кто вместе со мной будет поклоняться кому-то взывать или поклоняться кому-то чему-то другому я его накажу его щит поэтому положит для или на лапа топа . 5 положат для или аллах и это ля и ля лак и маленькая карточка перевесить все вот эти 99 и все это разлетится и он зайдет в рай поэтому я всегда говорю напоминаю самого себе и всем нам то что мы должны были страны чтобы беречь нашего единобожия поклоняться дому однако даже посмотреть человек что это самое тяжело в этой жизни человека простить предательство измену также аллах это предательство когда спросили у пророка мухаммад саллах какой самый худший здесь и сказал пророк мухаммад саллах анта джаля лиллай не дали ваха да как когда ты аллаху придавишься товарищи в тот момент когда лоскан это на себя сотворил поэтому даже перед сном всегда побуждайте себя своих детей пересном ложить спать последний чтобы то что было на наш язык сказано из нашего сердца вышло тогда и на но тоже пробовал варисанском на хру каляму ля или ладо халал джанна то такого были последний слава ля и ла 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 он зайдет в рай нету никого гарантии то что он когда заснет проснется но если ты заснешься с последними словами ля и ля 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 поэтому и также этот побуждает нас на то чтобы человек не отчаялся милосомах никогда если он будет богобоязнен и так далее и вот бывает такое что-то камни дам нужно один человек пришел на масштабе это как бы перестал перестал там потом опять начал потом оставил и долго время читал сейчас хочу начать на меня пугать люди тебе надо столько долгов вернуть на тебе пока не таре нельзя и пока ты не сделаешь фарда на масках мне она брат начни с нового листа никого не слушал снова листа страничку своей жизни и начиная сегодня молиться не обращая не разворачивайся назад не смотри назад а смотри на сегодня наперед и делай благие дела другая же косметки они у амман хафат мазина другая группа у кого будут благие дел чаши благ дел легкая то есть будут мало благих дел то есть тогда то есть перейти до слова это я его мама его окрутит и объявляет обнимет крепко к себе приблизить то есть имейте у муху то есть когда маленький мальчик малагу то есть у муху маленький ребенок он кому бежит к маме даймен и уилей постоянно к ней прибегает чтобы она его обняла укутал и также у кого чаши весов благих дел будет легкой то есть грехов больше которые был самый из грехов что самое опасно уже брать все это я хотел бы дня киноса самому себе сделать совсем первую очередь когда ложишь спать для этого и тени и накатал на года никогда не думаешь что завтра проснешься и будешь грешить аллаху перелогом спонтак а во время дня у человека у каждой есть какие-то грехи а мы с вами большие грехи не делаем но все равно кто-то на грех он падает куль у каждой из рабов он грешит лучше из них кто кто просит аллах для прощения но однако если ты делаешь не я чтобы грешить это опасно второе аллах просил адам но не просил иблиса оба они согрешили но почему он просил адама а не просил иблиса потому что разные грехи были убились и был истикбаром он высокомерный я лучше чем он чем 1 ты меня створил из огня его и сотворил из глины а у адама алейсалям какой чахва была страсть заплетный плод приукрасе приукрасился запретный плод и он поддался этому поэтому чтобы у нас никогда не было в сердце именно высокомерие поэтому аллах говорит возьмут за голову и кинут бирас и юлька аля россия финале джиханна человек возьмут и выкинуть головой в на глубину она после этого в конце выходе что станет байна лак после этого спорта на описает нам показывает какой же это страшный какой это горячий этот огонь джаном ума адрака мая откуда тебя знаешь ли ты какой это очень-очень-очень сильно горячий поэтому здесь хотелось бы обратить внимание то что ходить которых часто приводит люди и к сожалению некоторые из имамов то что огонь был вначале красным потом он разгорелся разгорел стал темным черным потопала что-то это недостоверно но так есть другой хадис где про мухаммад саллах алисам обратился к сахабам достоверно и сказал видите ли этот огонь который вы здесь разжигаете при этой жизни это говорит частичка из семидесяти частичек ада то есть аджи ханна в 70 раз горячей чем этот огонь который в этой жизни субханаллах уважаемые братья сестры человек сгорает например загорелся пожар буквальные минуты секунды и он умер все но однако это в 70 раз горячей и человек там не умирает какая боль тогда сахабы сказы сказали пророка мухаммад саллах алисам сказал в 70 раз горячей в 70 раз сильнее в аллахи инна халя кафия в аллахи говорит если бы огонь дунья был бы в воду такой же горячей достаточно был бы чтобы наказать но нет однако там 70 раз он горячей огонь ада пускала субхан бережит нас и всех нас и так же здесь за кратер кратер куран мечтаем агия а читается другом кратер кратки сайи на хият он через там работа мучить магия через ябкаться на хият он оба карата не мута ватар аннабиса оба правильно поэтому если когда мы покажемся какой-то стране где читает на хият он мы не должны удивляться это тоже кратер киски сайи сабита аннабиса аллаху алейху ассалям барак аллафикум будь джазаком на хайра прошу аллах субхану ате али чтобы ищу оберег нас и наши семьи наших близких родителей детей от этого наказания джахнам чтобы ввел нас в рай без спроса без наказания и вы знаете уже братья и сестры что что каждую ночь ведется список аллаха спанга в рамадане ута камин аннар те кто спаслись освободились от наказания прошу нас она талия чтобы мы с вами все кто смотрит этот эфир все кто слушает это и все бусульман ничего которые англия боятся у нас много боязни рабы вас пота спаслись от наказания джанна у самого аналина биле махмад варан и мусорами жена хайра на барах и комплекс она примет от вас от нас наши посты наши выстаивания наши насызаты пусть аллах спана которые сделают нас такими какими мы учим быть людей маленький вопрос хазрат как научиться арабскому языку с вашего разрешения я начну и потом возможно как в этом склад сделаете ну арабский язык как ему можно обучиться нужно начать с малого с алфавита алфавит человек может взять академии в академии медина также академии медина за скоро значит запись уровня колледжа где будет уже продолжение арабского языка а также в академии медина есть коммерческое крыло то есть платные курсы где человека может по своему выбору либо выбрать себе индивидуального учителя либо группу которой ему будет удобно это вот как конкретно отвечая на вопрос где как и что в плане на какой-то на сэхи хазрат вот вы часто цитируете маршала аяты курана но вообще вот еще пару слов и вам слово передам маршала вот есть огромная разница братья сестры это не это как небо и земля между человеком который читает куран и которые четко но есть еще другая разница но вы не расстраивайтесь потому что иншаллах вы лучший тех кто не читает круга если что другая разница между человеком которые читают grad и понимает его и человеком который чертой крон и не понимает поэтому иншала как минимум вы полдела уже сделали и вот этот вопрос должен нас мотивировать делать вторую половину делать ш rest Машаллах, вы очень часто цитируете на арабском языке аяты Кур'ана. Наверняка, если бы вы не понимали их смысл, это было бы сделать невозможно. Можете какой-то у нас их отдать по арабскому языку? Вот правильно вы говорите, что после того, как учил в Саудии обучение, было возможности здесь тоже получить образование в Рудейне, как преподаватель арабского языка, когда получил арабский язык здесь. Здесь профессора и так далее, которые работают, они очень хорошо знают грамматику, очень хорошо понимают глубоко арабский язык и политический. Масталлахат отличается. Шария есть термины шариатские. Кто шариатский факультет закончил, ему тяжело понять политический язык. Кто политический, ему тяжело шариатский, дипломатический и так далее. Но произношение махарич, то есть можно определить, даже если он глубоко знает, тяжело получить, понять можно, что он не араб. Поэтому у нас, что Насиха хотел бы сделать, те, кто хотят изучать арабский язык, в первую очередь, что как бы свалу нужно начать с буковкой и так далее, и именно очень сильно делать акцент на махарич, на махарич аль-хруф, на произношение букв. Знаете, имам Хусали, малик аль-курва, он изучал, будучи даже арабом, 7 лет махарич аль-хруф. Поэтому даже когда экзамен сдавал, мне сказали, там, эти преподаватели, ты Кур'ан, наверное, читаешь, знаешь, потому что произношение, там, это мусульмане, да, как-то стараемся и так далее. И здесь, что я хочу сказать, первое, над этим работать нужно. Второе, у нас обычно, как вот, посмотреть, всегда вот было в России, кто хочет изучать арабский язык, вот тебе алфавит выучи, потом приходи. И у него, что, али-бай-тай-тай-тай-джим-хахан, он не смотрит на произношение, хорошо выучил алфавит, а дальше что, читать не может, потому что буковка в начале, в середине, в конце, она по-разному пишется. Поэтому, чтобы нужно соединять, и соединять потом другая начинающая проблема. Поэтому нужно с первым же, вот, легко давать, вот, хруф, вот, и шаби-гат, у нас есть такая даже программа, мы, аль-хамдалю, сделали, то есть по похожим буковкам. И с первого же дня же человек начинает уже читать. Пускай даже из этих букв, и он уже, аль-хамдалю, с первого дня, он начинает читать и старается писать тоже. Потому что бывает другая проблема. Человек может писать, читать может, и вот, экзамен, когда он делает по-разному, писать он не может. Следующее, что именно произношение, произношение, оно, как бы, нужно оттачивать и так далее, чтобы каждой буковке мы должны отдавать свой хак. Например, человек говорит, в арабском языке есть три буквы сэ, я говорю, это неправильно, нету три буквы сэ, есть сэ, есть сэ, есть сэ, есть сэ, и везде разные. Если ты скажешь, сэм, там, это чеснок, сэм, я, там, смерть, сэм, это глухой и так далее, чуть не так произношу. То есть здесь именно мы должны не говорить, что три буквы сэ, это сэ, это сэ, это сэ, это сэ, это сэ. Когда мы скажем, три сэ, он, ага, уже берет некое себе такое облегчение, расслабляется, уже, а, без разницы, как я произношу. Второе, там, скажем, человек говорит, есть буквы, три буквы, две буквы сэ. Нет, есть даль, есть ба, это две разные буквы. Или три буквы сэ, нет, есть ва, есть сэ, это разные буквы, ненужные, как одно братье. И следующее, что я хотел сказать, у нас Коран научились читать, обычно, что приходят, хочу научиться читать Коран. Хорошо, как, ты Коран не умеешь читать? Могу, но без таджвиды. Получается, изначально он научился неправильно. А переучивать намного сложнее, чем из нуля учить, то есть что-то перестроить тяжелее, чем из нуля. Вот мы, рахмаллах, с папой, когда мечеть убирали, чтобы строить, там, с братьями, это. Она, историческая мечеть, стены нельзя было трогать, ее тяжелее нужно было из нее что-то сделать, как бы. Потому что это нельзя стену трогать, кирпич нельзя трогать вот этого, ну, как бы, там. Чем легче было бы это, там, разрушить и заново построить, это легче. А поэтому что-то переделывать, переучивать это тяжелее, чем изначально нужно, как бы, правильно. Поэтому должны быть, ахмдаллах, и преподаватели, ахмдаллах, вот для преподавателей такое тоже нужно сделать некий акцент, чтобы тачили, чтобы не упустили, чтобы ученики там пропустили какое-то там даже маленькое там произношение и так далее, чтобы четко это нужно все отработать. Следующее. Когда вы сказали то, что у нас что? Аллах, субханаллах, говорит, описывая неверующие, говорит, Мы услышали и ослушались. Верующие Услышали и подчинились. Но у нас сегодняшний день положение такое Услышали и тормознули, остановились. Почему? Потому что у нас думают, что Кур'ан, если научился читать, все, машаллах. Но это еще не предел. И нету предела, ахмдаллах, и нету ничего невозможного для Аллаха. Ты можешь весь Кур'ан выучить, можешь потом кираатый выучить, можешь макаматы изучить и так далее, чтобы красиво как читать. А у нас человек сразу хочет, сразу все красиво и сразу Так не получается, постепенно Знания приходят через обучение. Постепенно, 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 чтобы дойти до такого уровня, чтобы потом уже перейти на другую. И не нужно делать акцент на красивое чтение, нужно правильное чтение. Потом же красота, она постепенно, это уже другая, как бы у другого уровня. Что касательно, что человек, который читает Кур'ан, не понимает, человек, который не читает и не понимает, то есть вот здесь вот дальше нужно сказать, нужно дальше изучать арабский язык, чтобы его понимать. И вот как вы сказали, ваша площадка Академии День, этот самый, аль-хамду-ля, уникальная такая возможность, аль-хамду-ля, получить эти знания. Почему? Потому что тот, который читает, даже в переводе, вот даже беру иногда перевод, смотрю, и на тавсир, на арабском, совсем другой вкус получаешь. И это тебя заставляет тогда размышлять, то есть ты как бы читаешь слова Аллаха, они тебе проникают в сердце. И не нужно останавливаться на том, что ты научился читать Коран, все, нужно даже изучать арабский язык, понимание этого Корана. И поэтому даже можно определить, у нас вот когда даже, помимо всего Аллаха, когда проходил, нас с каждой стороны одного человека брали, их послали в Саудию, в Медину, в такой есть Мусаба, самый стильный конкурс Корана во всем мире, это Мусаба, Малик Абдул-Лазиз. И когда с церковой была, в мечети Пророк Сауллах проходила, нас брали с каждой стороны человека, и мы там проходили некую практику, и закончили курсы, чтобы заходить в судействие, и нас в рейстор международных судей записали. И в чем проблема, вот, иностранцев, может быть, у них бывает таджвид лучше иногда, чем у арабов, и чтение голоса красивее, но у них проблема фель-вакху, у али-уккида, останавливаться и начать. То есть они по смыслу, так как он не понимает, он не нужно вместе останавливаться и начинает не с того места, и получается смысл заменять. Или, например, делает акцент, поднимает голос, интонацию, то есть есть такое еще знание тоже, когда ты делаешь тафсир в Курану своим макамом, своей интонацией, своим голосом. Например, хатыб на хутбе говорит, например, про джанна, как он говорит, он не будет с грустью, говорит, Валлах, субханалли, есть жанна, рай, спешите туда попасть, вот так будет побуждать, а не так будет, Валлах, есть жанна, братья, нужно, нет. Или про джиханна, наоборот, тахвив, там, Валлах, субханалли, отбойтесь. Так же в Куране, когда читаешь аяты, например, про рай, ты читаешь его макам курт, или макам, например, баят, который, макам, аджам, то есть который тебе дает некую радость, например, там, и так далее, но ты не будешь, а когда про джиханна, ты не будешь таким макам читать, ты грустный, например, макам саббата подойдет. То есть ты устрашаешь, так же самое здесь, ты когда макам поднимаешь иностранец, он не нужно вместе протянул, не нужно вместе там поднял и так далее, и люди говорят, а зачем он здесь вот такой макам подобрал, здесь подошел бы другой. Или, например, начинает удивляешься, когда плачет, имам читает, и начинает плакать, и все за ним плачут, а там нету этого момента, чтобы там плакать, то есть когда женщина спрашивает тебя про свои дни, и там, ты скажи, что это, и начинает имам плакать, там, рыдает, он арабский язык не понимает, и все за ним плачут. Поэтому это очень важно для нас, извините, что много времени забралось, просто если мы дотронули эту тему, что хотелось в двух словах всего этого, что мы сказали, об этом в Шахаду Басе напомните, может быть, как-то отдельно поговорим насчет макамат, насчет карат и так далее, но что хотел в двух словах сказать, не останавливайтесь. Вот первое, желание должно быть, и не должно быть, шайтан будет тебе всегда думать, какие-то вещи, а, здесь ты не успеешь, да потом оставь, это первое. И второе, на первую очередь ставить это, изучение арабского языка и Кур'ана, не на вторую. Что я имею в виду под этим словами? Вот у меня есть друг близкий, очень такой, аль-хамду-ля, ну, большой человек такой, как бы Аллах Суману ему дал много, что в этой жизни, аль-хамду-ля, и он очень хотел учиться в Кур'ан, и у него были деловые встречи там с министрами, с этим, но он что делал? Говорит, я в Кур'ан его не подталкивал, не приближал к встрече, то есть имеется в виду, что если у меня там, аха, у меня в пять часов там встреча, а урок, например, у меня там тоже в пять часов, я говорю, нет, так, Кур'ан давайте сегодня в шесть сделаем, или давайте сегодня там в три часа, нет, а я, наоборот, встречу подтягивал под Кур'ан. То есть я говорю, у меня если в Кур'ан сегодня в пять часов урок, я не министр, или хоть кто, я не скажу ему в пять часов, давай, я в Кур'ан там уже нет, давайте или в четыре, или в шесть, почему? Потому что это слова о встрече с Аллахом, изучение арабского языка и Кур'ана, как я могу встречу с Аллахом поменять на встречу с человеком? Если мы сможем это возвеличить, тогда Аллах даст нам облегчение, и мы научимся быстро и правильно, и, иншалай, Аллах будет доволен с нами. Ну, наверное, все заметили, в чем специализируется наш уважаемый хазрат, поэтому в этой сфере можете задавать вопросы, иншалай, с удовольствием, думаю, хазрат будет отвечать. Извините, пожалуйста, что сегодня много у вас времени забрал, просто мы как-то зашли, я остался максимально кратко, как бы, объяснить, ну, как бы, даже отдельно, может быть, мы с вами, Шахава Васильевич, начало тему, как вот, изучение ура, начало. Аллах и Барак Фикум. Благодарю всех, кто пришел к нам, из сестер и братьев, и благодарю хазрат за то, что наделил свое время. До завтра, завтра же, в это же время, иншалай, в 18.00 по Москве. Ассаляму алейкум, варахматуллах и вабаракату. Ассалай, баракат.